Предлагаю начать дискуссию. Собственно, первый вопрос. Первые два вопроса, да, но они связаны друг с другом. Один для кого-то больше другой важен. Это строительство и эксплуатация инфраструктуры сетей нового поколения. Хотелось бы понять, с какими трудностями сталкиваются компании, выбирая путь раншеринга, и узнать опыт совместного использования сетей, плюсы и минусы. И второй вопрос – это продажа и аренда пассивной инфраструктуры, но в основном это речь идет о башнях, антенно-мачтовых сооружениях. Какую выгоду приносит совместное использование пассивной инфраструктуры операторам? И, если позвольте, то первый вопрос про раншеринг. Хотелось бы понять, я хотел бы задать, собственно, Андрею Канцеру из Роскомнадзора, и связан он с тем, что нужно хотя бы сначала понять, что у нас сейчас есть. Я хочу несколько слов сказать про состояние нормативно-правовой базы, которая позволяет операторам совместно использовать как сети, так и, наверное, будет полезно сказать и радиочастотный спектр, поскольку это тоже немаловажная составляющая совместной работы операторов. К сожалению, frequency здесь не звучит, только ран, но, тем не менее, я и на frequency тоже остановлюсь. Значит, с точки зрения совместного использования сетей, на данный момент существуют и приняты изменения в шесть приказов Министерства связи и приняты изменения в последнее правительство о порядке регистрации РЭС, которые позволяют операторам совместно использовать сетевую инфраструктуру, совместно регистрировать базовые станции и каждый со своими клиентами, снижая затраты, предоставлять услуги связи. Если интересно, я могу номера назвать. Назвать? Или всем известно эти документы? Очень хорошо. Значит, что касается, как пользуются этим правом новым операторам, как будто по данным информационной системы, на настоящий момент выдано всего в стране. 595 здесь регистраций на совместное использование разных станций. Это еврейская, иргутская, читательская, московская, в области Москва и перстык. То есть, хоть такое право и есть у операторов, вот непонятно, почему недостаточно активно они им пользуются. Я прошу прощения, 595 это зависит на каждую базу станций? Да? Да. То есть, он может быть, просто это зависит на базу. Теперь, пару слов о фрекенсише. В прошлом году, там, в жанре Комиссии, параллельчество, там, приняло изменение в порядок поменения экспертизы, распространял основной документ, который имитирует экспертизу для имитирует экспертизу и присвоения на вещества преступных каналов, была включена дополнительная глава в порядок, которая установила особенности проведения экспертизы для термогенной совместимости и особенности присвоения, подачи документов и совместного использования вещества. Если коротко, могу последовательность действий рассказать оператору для совместного использования вещества, или этот вопрос тоже, наверное, не ясен, или лучше его немножко осветить по-другому? Я думаю, что ясен, наверное, тем, кто этим занимается, они уже знают, как действовать. Хорошо. Тоже по статистике. Вот практически скоро год, да, прошел от того момента, как, опять же, операторы получили возможность пользоваться этим правом. Было принято решение еще ГКРЧ, кроме изменения в порядок, было принято решение ГКРЧ о возможности совместного использования различного диапазона GSM-900, 1800, 2400. Так вот, Главный Респондент и Центр за это время рассмотрел все четыре респондентных заявки. 64. Конкретика. Значит, 39 заявок – это мегафонд совместно с Картелом, территория 20 субъектов Российской Федерации, 23 заявки – это территория Саратовской области, и одноречистотная заявка Кателеком на территории Севастополя совместно с Катыкателеком. Из этих вот поданных заявок 28 заключений экспертизы выданы, остальные сейчас пока на рассмотрении, на экспертизе, но на различных этапах работы. Что касается присвоения речистот, всего в Роскомнадзор поступило 19 заявлений, 11 заявлений – мегафон совместно с Картелом, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Челябинская, Иркутская, Еврейская автономная область, Пермский край, Коми. Шесть разрешений выданы, два разрешения, к сожалению, было возвращено из-за того, что операторы неправильно заполнили заявление, некорректно указали номер заключения экспертизы. Семь заявлений от Вымпелкома на совместное использование с МТС. Это территория Ингушетии, Сахалинская область, Алтай, Мордовия, Чеченская область, Карачаево-Черкесская республика, Орловская область. В данный момент заключение на экспертизе. В ближайшее время ждем принятия положительных решений. И одно заявление поступило от МТС совместно с Вымпелкомом на территории Вологодской области. Оно тоже находится на экспертизе. Вот как бы ситуация с совместным использованием расстотного спектра и совместным использованием сетей на данный момент. Еще пару слов хочу сказать, что еще внесены в Думу изменения в федеральной законосвязи, которые определят требования, ну не требования, а особенности этого договора о совместном использовании. То есть, тоже в ближайшее время надеемся, что изменения в федеральной законосвязи будут приняты. Вот как бы коротко, что я хотел сказать. Заявлено в теме вот в теме этого направления нашей дискуссии опыт совместного использования плюсы-минусы. Вот, наверное, интересно было бы послушать, что сдерживает как бы вот это направление деятельности, поскольку мне кажется, что именно это направление позволяет путем совместного использования спектра, совместного использования инфраструктуры уменьшить затратность, тем самым пойти по пути более активного внедрения услуг на территории страны, в том числе в населенных пунктах с малым количеством населения. Качественные услуги оказывать. Ну и позволяет, наверное, все-таки поддерживать уровень конкуренции. Давайте прокомментирую. Во-первых, спасибо Андрею за много статистики, и он совершенно точно прав. Цифры не врут. Объясню такую статистику. Значит, у нас с Билайном совместное строительство LTE 1810 субъектов федерации. Мартин сидит справа от меня. Он уверенно кивает. Значит, все так и есть, я не ошибаюсь. Мы планы свои выполняем, но там нету спектрум-шеринга. То есть мы еще не вышли на этап объединения частот. Конкретно статистика, которую приводил Андрей, она была связана, как я понимаю, с спектрум-шерингом. Мы на самом деле сейчас в данный момент объединяем, объединили спектр со скартелом. Вы знаете, что у нас есть 30 мегагерц в диапазоне 2600 и 10 мегагерц в диапазоне 2600, то есть 30 мегагерц скартеловских и 10 мегагерц мегафоновских. Так как на данный момент радиомодули позволяют объединить 40 мегагерц, то, соответственно, мы сделали максимум того, что сейчас позволяют технологии. Вот буквально сегодня встретил в коридоре вашей конференции уважаемых коллег от вендоров, которые с гордостью сообщили мне, что появляются радиомодули, которые не могут нести 60 и даже 75 мегагерц. Как только, соответственно, появится возможность коммерчески потестировать и начать эти закупки, мы рассмотрим вариант расширения в этом направлении. Но сразу хотел бы оговориться о том, что надо очень внимательно смотреть, на данную ситуацию. Я вижу, на самом деле, большой потенциал, в том числе в перспективе, в спектром-шеринге. И очень хорошо, что наше государство на самом деле поддерживает это направление мысли, эту инициативу, в том числе операторов. Я думаю, что мы будем в среднесрочной перспективе видеть, наверное, больше проектов в этом направлении. Причина, ну, приведу вам пример, например, 800-го диапазона. Вы знаете, что у операторов выданы частоты, по каждому выдано по 7,5 МГц в 800-ом диапазоне. Но мы понимаем, что согласно стандартам можно использовать полоски частот с шагом в 5 МГц. Соответственно, то есть стандартные полоски. Поэтому, по сути, сейчас в модели, когда мы строим отдельно, если будем строить отдельно, мы строим, мы можем использовать пятерку. Если же мы сделаем спектром шеринг в 800-ом диапазоне, то объединив 2 по 7,5, мы получим 15. И, на самом деле, это даст существенное улучшение, в том числе в емкости сети и в пиковых скоростях. Поэтому, мне кажется, с точки зрения технологического развития, это совершенно точное перспективное направление. Если нужно, могу еще про сложности шеринга рассказать. Обязательно. Ну, если честно, я считаю, что у нас есть некоторый такой, как бы, как сказать, шум, который создаем и мы сами, и пресса, о том, что шеринг – это тема, которая приносит только благо и надо делать. На самом деле, я вам хочу сказать так, что надо просто быть предельно конкретными в этом вопросе и предметными. Зависит от того, о чем мы говорим. Я очень верю в шеринг при строительстве новых слоев сети, новой топологии, когда мы с оператором другим вместе начинаем что-то строить, какой-то новый слой, например, с нуля, 4G, например, да, или там будем строить 5G, или, например, там транспортную сеть будем строить складчину в каком-то регионе. Тогда это имеет смысл, потому что мы скидываем, сразу планируем сеть на двоих, технологические решения соответствующие разрабатываем вместе с вендорами и строим под емкость двух операторов, по требованию двух операторов. Другой вопрос связан с тем, что объединение существующих сетей, которые уже построены. Конкретно я говорю про 2G и 3G, в первую очередь, ну и, конечно же, про 4G, которые уже построены. Вот здесь, на самом деле, нужно предметно смотреть и разбираться, есть ли экономическая целесообразность в этом объединении. И нужно считать под это конкретно. Придумаем примеры. Вот, например, у нас есть сеть 2G у всех операторов, которая построена на оборудовании достаточно старым. Эту сеть строили там 10-12 лет назад, иногда даже больше, 20 лет назад. И есть ультраметросайт и старые кабинеты у вендоров, которые, соответственно, еще в объединенной архитектуре, вот Сусимин на меня смотрит, он знает, что я прошу его дать мне наконец-то кабинеты в новой архитектуре распределенной, но забесплатно, но он не соглашается. Поэтому воспользуюсь площадкой. И для того, чтобы поднять, соответственно, Netco на 2G, нам нужно модернизировать целый слой сети так, чтобы 2G несло двух операторов. Для этого нужно, по сути, купить новый кабинет, новый системный модуль, новый радиомодуль, повесить антенну, которая несет двоих, и поднять тогда двух операторов. То есть это значит, что нам нужно полностью модернизировать, глубоко модернизировать целый слой сети. Аналогичная ситуация в 3G, где нужно чаще всего оборудование вендоров Сусюмин позволяет нести только 3 несущие сейчас, а у нас у каждого по 3 несущие, поэтому если мы хотим поднять 6, надо ставить 2 комплекта оборудования, то есть это двойные инвестиции. Но аналогичная ситуация по 4G, и также еще возьмите туда контроллеры добавьте, добавьте туда расширение транспорта, и вы поймете, что на самом деле по существующей сети инфраструктуре достаточно тяжело срастается от кейс. Но там есть и свои выгоды, связанные с совместным использованием спектра, безусловно, дальнейшей модернизацией сети решения и емкости, ну и, возможно, какими-то другими прибамбасами, которые можно купить складчину, например, новыми функциональностями от вендоров. Поэтому я вижу в этом как плюсы, так и минусы. В большей степени сейчас верю в шеринг в новых слоях сети, на самом деле, и в новой топологии. Поэтому я думаю, что мы увидим здесь движение как со стороны операторов, так со стороны вендоров, я надеюсь, которые пойдут нам на встречу и предложат нам все это бесплатно. Объясню, специально обращаюсь к вам на этой встрече. Почему? Потому что, заметьте, функциональности раншеринга у вендоров платные. Поэтому просим вас содействовать нам в дальнейшем развитии телекома в Российской Федерации. Спасибо. Хотел бы дать слово вашему соседу, Мартину Шкопу. у Вемпелкома, насколько я понимаю, сегодня наибольший в России опыт в связи операторов. Хорошо. Добрый день, коллеги. Я попробую это сделать по-русски. как я не буду готов использовать английские слова. Я думаю, вы поддержаете это. Спасибо. Ну, во-первых, да, в Вемпелком, как вы знаете, мы сделали первый контракт с МТС и мы тоже запустили эту активиту по спектру. И это работает. Это здесь очень хороший опыт с ЭТО. То, что, как Александр прокомментировал, мы запустили в ТАРОЙ, ну, программ с старым партнером. Да, мы в начале, мы готовы, то, что сделать все эти условия, которые мы сделали с МТС. Я не вижу, здесь никакой проблем. И так уж и опять у нас очень хороший. Я думаю, как Александр уже прокомментировал, это работает. Здесь тоже вопрос, как мы можем двигаться в будущее. Знаете, опыт в мире, это понятно. Виручка растет, и поэтому все думают, что возможно сделать и как возможно улучшить экономию. И это хороший, хороший, так сказать, пункт. Поэтому я могу сказать мой опыт. Первый активный sharing я сделал в Чехии в году 2010. это было в самом начале, и я помню, это была очень сложная дискуссия в рамках кампании, где я работал, потому что никакой опыт не был, и мы это сделали, как первый оператор. И сейчас, как вы это не сделаете, это называют, вы не работаете, как хороший технический директор, потому что в мире это является, как, ну как сказать, маст. Здесь никакая дискуссия, поэтому. Вопрос, какие условия, как я сделаю сравнение, какой контракт был у меня шест лет назад, и какие условия здесь в России, здесь большая разница. И это вопрос, что мы можем сделать, и как мы можем сделать договоры с нашими партнерами и вендорами, как улучшить это в будущее. Здесь надо понимать, какая структура затрат, какие затраты у нас на оборудование, радиовой технологии, стройка, транспорт и все эти, все эти дальше затраты, которые здесь, и эксплуатация, в конце концов. И как я сделаю сравнение всех этих затрат, я вижу в будущее возможности сделать это тоже в России, потому что Россия это самая большая страна в мире, и это является таким, таки логический подход, как это сделать в будущее. И мы готовы продолжать разговоры, поэтому я вижу очень большую эффективность в будущее улучшение услуг. Это несколько вопросов экономии, это тоже вопрос, как мы можем улучшить услуги для наших абонентов. Это, я думаю, первый, так сказать, злат, который все касается в рамках нашего бизнеса. И поэтому, как я уже сказал, мы готовы, и мы поддерживаем эту эту программу в будущее. Слово sharing, безусловно, нам очень близко, потому что оно лежит в основе деятельности нашей компании. Но я хотел два слова в начале сказать о предыдущем году. Все мы свидетели очень бурного развития телеком вообще, и в нашей стране в частности. Это развитие в первую очередь проходило не секрет под флагом развития технологии 4G, когда армии людей с планшетами, со смартфонами выставляли, таким образом, требования операторам в масштабах передачи данных, в непрерывности, в покрытии территории этими масштабами и непрерывностью. И возникал вопрос действительно усиленного развития инфраструктуры. Понятно, что требования эффективности действительно движут операторами, и действительно, вопрос шеринга взаимного использования этой инфраструктуры между операторами становится очевидным. Но, как бы открыто диалог этот не складывался межоператорский, в этой открытости все равно есть пределы, потому что операторы в любом случае остаются конкурентами, и мы эти пределы знаем. Они в области планов развития, в области управления собственностью и так далее. И существует целый ряд тем, где действительно эта открытость ограничена. И тогда появляется место и время для таких компаний, как «Русские башни». мы выходим на этот инфраструктурный рынок вовремя с предложением по строительству и предложению операторам пользоваться той инфраструктурой, которую мы развиваем. Ну, здесь говорили о символах, да, вот не случайно, что справа от меня представитель вампелкома, слева представитель мегафон, а тот факт, что мы с Людмилой находимся на некоторой дистанции, тоже пусть никого не вводит в заблуждение. вот, мы также эффективно работаем из стиля 2. Вот, но огорчительное отсутствие МТС на этой панельной сцене, говорит только о том, что с МТС у всех особенные отношения, мы в этом плане не исключение, да, и развиваем их своим, своим образом, да и своим чередой. Я хочу сказать, что действительно на сегодняшний день тема совместного использования инфраструктуры становится не просто актуальной, фактически мы пришли к тому, что, да, сформировался отдельный сегмент бизнеса в рамках телекома, развития и управления инфраструктурой. Этот сегмент бурно развивается, еще коллеги подтвердят, что еще год назад на это смотрели как-то с настороженностью. На сегодняшний день для всех это не исключение, факт налицо состоялся. Как будет развиваться тема шеринга дальше? Будет ли это только пассивная инфраструктура, включится ли в разряд совместного использования активная инфраструктура, совместное использование частот, как говорилось раньше. На мой взгляд, это все неизбежно. Вопрос времени, форм, как и когда это будет проявляться. То, что это происходит, что это тренд, на мой взгляд, он очевидный. Наверное, тот комментарий, который я хотел бы сказать. В России шеринг появился сравнительно недавно, но опыт Huawei несколько шире и дольше. По вашему опыту, как шеринг влияет на эффективность операторов? Есть у вас какие-то? Можете поделиться каким-то опытом? Спасибо. Действительно, я думаю, что точно сейчас мы в России видим очень много трендов по поводу шеринг, по поводу активных модулей и пассивных модулей и так далее. Плюс еще менеджерсервис и так далее. Это тенденция. В общем, мы уже прошли в разных странах. Huawei для нас самая основная наша роль это именно максимально быстро и технологически поддерживать наших клиентов, наших операторов. В общем, действительно, как вот, спасибо, что Александр уже делал рекламу для нас, что мы уже действительно, мы можем предоставить очень хорошее решение. Например, то, что мы видим, что сейчас, например, на 4G шаринг сделать мы можем на один модуль там 60 МГц, что позволяет, что именно только один модуль вы поддерживаете именно уже больше двух, трех операторов. И в том числе, что мы можем наше решение, что внутри возможно поддерживать уже максимально шесть операторов. Это значит, сейчас, например, Мегафон и ВПКОМ, ВПКОМ, МТС, Теледова, еще с ВПКОМ и так далее. В общем, сейчас пока 2-2. Вообще-то, мы делали шесть, это по запросу, когда мы у нас четыре года назад Скартел попросили, мы уже делали больше, чем то, что сейчас уже возможно делать. И то же самое, радиоресурсы можно очень умно распределять. не значит, что можно, сейчас мы можем там делить, например, какой-то оператор, днем сколько ресурсов, радиоресурсов, вечером сколько ресурсов, и так далее. Динамически распределить. Поэтому, в общем, мы с радостью можем показать нашим операторам, то же, как работать, и так далее. И второе, хочу говорить, что, в общем, здесь по поводу эффективности бизнеса, я думаю, что здесь нельзя вот именно забывать по поводу менеджерсервис. Потому что менеджерсервис, вот мы тоже вот очень много работаем по всему миру. Сейчас вот, если посмотреть, я помню, у нас, у Huawei уже работает в 83 странах по менеджерсервису, всего у нас уже 150 сетей уже менеджерсервис мы работаем. Поэтому здесь вот именно из менеджерсервис можно, в России тоже есть опыт. Мы с WebCom уже три, больше трех лет мы уже работаем по менеджерсервису, и это позволяет действительно очень сильно повысить эффективность технически, не только именно экономически, потому что здесь мы говорим, что экономически, но технически тоже очень быстро можно набрать высокие показатели не только в KQI, как показатели по сети, еще и показатели по сервису, SQI. Это именно то, что интересно, что возможно для оператора получать дополнительные выгоды. И, конечно, вот здесь мы говорим, что по эффективности, я просто еще, просто я всегда думал, один вопрос, вопрос, вот кроме вот именно крутить вот это губ, чтобы вода вытекла, вытекла, как возможно привлекать больше именно доходы, потому что я считаю, что все-таки, кроме эффективности, я считаю, что в России передачи данных очень дешево стоит, потому что один гигабит, в общем, в России, если сделать эквивалент, примерно две бутылки Coca-Cola, 150 рублей, это две бутылки Coca-Cola вообще-то, но если посмотреть, вот в Китае один гига, потому что две бутылки, я думаю, что тратить один гига и пить две бутылки может быть быстрее, две бутылки выпить, чем тратить один гигабит, а в Китае вот эквивалент один гига примерно 16 бутылок, в Европе примерно 13 бутылок, и даже в Турции примерно 6 бутылок. Кова дешевая, наверное. Да. Тогда, значит, передачи данных еще дешевле. В общем, я считаю, что у нас действительно возможность еще более эффективно зарабатывать деньги. Я думаю, что здесь сейчас в России пока услуги очень монотонно продавать только передачи данных. Если мы сможем, например, продавать уже какие-то услуги, действительно, услуги, не просто передачи данных, а услуги, может быть, Потому что передачи данных это просто не, как мы говорили, не классифицируется. А если мы можем классифицировать по, например, по видео, по контенту, по какой-то реальный контент привлекать, тогда это больше интересно именно привлекать именно уже дополнительные доходы на это. Поэтому, если посмотреть, мы все знаем, что спид-тест, но спид-тест это интересные вещи, которые именно измеряют только спид, только вот скорость именно передачи данных. А мы можем еще посмотреть, есть спид-видео. Это интересно, что вот именно посмотреть, вот как это видео можно показать на ваших сетях. Если вот, если мы можем смотреть, вот сравнивать, именно эти услуги, например, видео, будет быстро идти, будет очень красиво, можно пройти, например, 1К, 2К, тогда можно продавать дороже. В общем, я думаю, что здесь очень много интересных вещей, которые, возможно, вот именно кроме умещения расхода еще можно посмотреть, как увеличивать доходы. Кроме ограничений, так сказать, технических, да, есть определенные ограничения, в том числе и регуляторные, и мы не должны об этом забывать. Например, в качестве примера можно привести, на самом деле, ту сделку, о которой мы говорили в прошлой сессии, сделку Хатчисона и О2 в Великобритании, одна из проблем, которые возникли, собственно, у компании, в том, что у Хатчисона было много соглашений по, значит, совместному использованию сетей, в том числе, с другими операторами. Вот правильно Александр совершенно сказал, что интерес, в том числе, рынка формируется из-за, в какой-то части, из-за того, как подается какая-то новость. Все понимают, да, что когда на странице газет, на сайты всплескивается, что большая тройка договорилась между собой, то, конечно, начинается шум, бум, расследование и так далее, и тому подобное. И, значит, все знают, наверное, что по антимонопольному законодательству договаривающиеся стороны, которые намереваются заключить соглашение, могут спросить у антимонопольного органа предварительное мнение о проекте такого соглашения. По ранширингу мы рассматривали несколько проектов, по фриквенси не было, но вот по ранширингу рассматривали. И мы дали положительное заключение на них, но на самом деле здесь вот мы видим риски, что операторы связи, вот чисто случайно, ничего плохого в виду не имея, скорее всего, разделят рынок по территориальному признаку. Во всяком случае, соглашения даже по ранширингу, они вот на грани ходят. Причем эти риски раздела рынка по географическому признаку, они одинаковы как в случае, когда стороны между собой договариваются по ширингу, так и в случае, если привлекается третий инфраструктурный оператор. тогда тоже может существовать раздел по территориальному признаку, по составу покупателей. Это очень близко к этому ходит, поэтому нужно внимательно подходить к такого рода соглашениям и не забывать, что все-таки есть возможность предварительно подать фаз, мы рассмотрим, дадим свое заключение, если что, предложим какие-то формулировки договора, аккуратно поправить. Мне, знаете, очень было приятно слышать подтверждение от представителя Huawei о том, что шеринг может быть не только на двух операторов. Во всяком случае, когда мы пытались это сказать, что шеринг, даже когда шел проект федерального закона о шеринге, мы говорили, что есть такая опасность, что те операторы, которые два рядом договорятся и больше никого не пустят, и еще один вообще без шеринга останется. Но мы говорили, что нет, шеринг это только на двоих, может быть. Ну, вряд ли. Такой технологичный рынок с такими решениями делает только на двоих. Очень важно, чтобы весь рынок понимал, что это все открытые вещи. И вот Андрей приводил статистику. Мы надеемся, что это открытые сведения, когда операторы подают заявки. Соответственно, чтобы все остальные могли присоединиться, и мы бы предостерегли всех участников рынка от создания такого закрытого конгломерата. Мы, безусловно, приветствуем все действия, которые предпринимают операторы для того, чтобы лучше, быстрее, качественнее, сильнее оказывать услуги. Но при этом они не должны создавать замкнутую систему один-один и больше в нее никого не пускать. должны понимать, что здесь эффект, скорее всего, такой мультипликативный. Чем больше система, если она правильно выстроена, тем она эффективнее будет функционировать. И вот, да, мы видим такие риски при заключении соглашения, все-таки рекомендуем предварительно с нами посоветоваться. Я хотел бы уточнить, а вот эти риски по территориальному разделу рынка, они связаны с чем? С тем, что операторы отдают, как бы, друг другу, просто в управление эти сети, когда шеринг в разных регионах? Ну, я так, давайте опишу такую гипотетическую ситуацию, которой на самом деле не было. Значит, два оператора решают сделать шеринг и пишут в договоре, в проекте договора, в договоре, такую тему, что вот у нас в шеринге пять регионов, в этих трех 90% потребителей оказываешь ты, в этих двух 90% населения оказываю я, эти потребители за тобой в этих регионах, эти потребители за тобой в этих регионах, обосновывается это все технологическими причинами, да, то в этом регионе потребители, у них такие-то потребности, им нужно такие-то, вот поэтому именно сети, именно этого оператора, собственника инфраструктуры первоначального, может наилучшим образом их обеспечить. Ну, вот это и называется раздел рынка по территориальному признаку и по составу продавцов и покупателей. Ясно, спасибо. Перейдем к вопросам про, к вопросу про пассивную инфраструктуру, про то, стоит ли ее, стоит ли ее продавать или сдавать в аренду, или что с ней, что с ней вообще делать операторам. Я думаю, что самый главный принцип, о котором здесь можете речь во время выделения башен, я не стал бы делать акцент на слово продажа, давайте пока вот слово выделение, потому что там способы выделения могут быть разные, а финал, самое главное, один. То есть, из так называемого центра расходов эта инфраструктура должна стать центром доходов для мобильного оператора. из КОС-центра превратиться в профи-центр. И в этом фундаментальная задача и фундаментальная возможность, которая на сегодняшний день у мобильных операторов, на мой взгляд, существует. Понятно, что каждый отстроил свою сеть, понятно, что сеть и дальше будет развиваться, потому что требования 4G требуют ее развития в первую очередь в городах, вдоль транспортных магистралей, однако в целом фундаментальные задачи покрытия у мобильных операторов в нашей стране решены. И на сегодняшний день есть огромные парки, измеряющиеся десятками тысяч объектов, которые находятся и которыми нужно управлять, на которые нужно тратить средства, на которые нужно отвлекать людей, которые этим занимаются, которыми тоже нужно управлять, потому что возникает цепная реакция во всех этих событиях. И вместо всего этого возникает совершенно другая возможность, когда профессиональная инфраструктурная компания, либо выкупает эти башни, и тогда выгода начинается уже с первого шага, когда оператор получает деньги, которые он может потратить на развитие. И на сегодняшний день мы все свидетели того, что у мобильных операторов есть масса вызовов, масса интересных задач, которые требуется решать. И эти задачи отнюдь не лежат в плоскости построения и развития инфраструктуры, а наоборот, как конкурировать с Яндекс, какие задачи нужно против Google, что такое мессенджеры, и как они там мешают жить, и так далее. Каким образом, в конце концов, выручку повысить. Сегодня в первой сессии, если я правильно помню, кто-то из мобильных операторов говорил, что рынок падает, сужаются, доходы мобильных операторов падают. Там мнения были разные, но такое мнение тоже прозвучало, и нужно об этом думать. И вот мы предлагаем, как инфраструктурный оператор, в первую очередь, эти башни по возможности выкупить. Но даже если в таком случае решения положительного нет, и оператор по каким-то причинам считает, что важно сохранить за собой этот актив, то возникает целый ряд других возможных способов, как эту инфраструктуру совместно использовать. Инфраструктурные операторы могут ее приобрести, выкупить, но они могут также ее взять в аренду долгосрочную. А могут просто, как это делается в гостиничном бизнесе, когда управляющая компания управляет какими-то внешними активами под одним брендом. И при этом владелица этой инфраструктуры, да, не продавая ее, получает дивиденды. Во-первых, как я уже сказал, в случае продажи деньги, во-вторых, в случае совместного использования, сокращение расходов на пользование этой инфраструктурой. А в третью очередь, сокращение персонала, да, потому что не нужно содержать ненужный штат, не нужно в компанию привносить новые компетенции. Ну, вот так, чтобы развлечь аудиторию, я могу привести несколько примеров. Знаете, сколько ветровых районов в Российской Федерации? Восемь. Вот. И где сила ветра отличается, там, не знаю, в десятки раз. А знаете, сколько снеговых районов в Российской Федерации? Тоже восемь, да. Удобно запомнить, но нагрузка, там, на квадратный метр меняется от 80 кг до 560 кг. А знаете, сколько, какая территория Российской Федерации находится в сейсмоопасной зоне? Треть страны. А знаете, какие виды стали начинают крошиться и становятся хрупкими при температуре минус 45 градусов? А это нужно знать. Это нужно знать. И вот, и вот, и вот, и вот, профессиональное управление недвижимостью как раз и предполагает учитывать такие знания, учитывать их в своих решениях и предлагать действительно полноценный сервис, полноценные услуги операторам на быстро меняющемся и агрессивно растущем мобильном рынке. Вот такое мое мнение. Все-таки про количество операторов. Сколько операторов нужно, чтобы вам на башню, чтобы нормально существовать? Ну, знаете, на самом деле универсального ответа на этот вопрос не существует. Если говорить о нашей практике, да, у нас там среднее количество не операторов, а, скажем так, арендаторов, да, это разные вещи, приближается к двум. Но является ли это панацея, не знаю. По нашим расчетам это вполне достойный результат, который наших акционеров полностью устраивает. Но наверняка существует и решение, когда и один оператор, в смысле одно размещение достаточно. Но по опыту того, что мы видим в Москве, существуют эти вот ужасные столбы с гигантским количеством коробок. Там речь идет действительно о четырех и о пяти. Я думаю, что в любом случае речь идет о том, что должен быть посчитан так называемый финансовый кейс, и он уже дает ответ на этот вопрос. Универсального ответа нет. Про инфраструктуру. Давайте фокусироваться на главном. На самом деле мне очень отрадно видеть, и здесь хорошо, что есть представители государства, о том, что у нас есть конкуренция на рынке инфраструктурных компаний. И то, что у одного оператора получается столбы лучше строить в Москве, чем у другого, это не повод для того, чтобы… Не страшно, я согласен. Да. Не повод для того, чтобы нам сейчас это обсуждать и фокусироваться на этом. Поэтому я сфокусируюсь на другом. Опять, на предметной области. Значит, с точки зрения инфраструктуры, продажи башен, вы знаете про наши планы, мы их публично объявили. Мы создали первую башню компанию. Значит, первым шагом будет передача ей всего парка АМСОВ, Мегафона, без исключений. Мы считаем, что наш портфель АМСОВ достаточно интересный с точки зрения рыночной привлекательности, рыночной стоимости, потому что инфраструктура фундаментально строилась в том числе в удаленных регионах, в тех регионах, где мы исторически сильны, включая регионы Кавказа, включая Северный Урал, включая Дальний Восток, с Сибирью. Там, соответственно, у нас есть достаточно мощная столбовая и башенная инфраструктура. Мы прекрасно понимаем, что этот актив интересен рынку, мы видим интерес со стороны рынка к этому активу. Как мы относимся к рискам? К рискам мы относимся совершенно спокойно. Очень хорошо, что на рынке уже есть игроки. Первое, у нас есть русские башни, у нас есть компания вертикаль на рынке, да, уже инфраструктура, у нас есть региональные игроки очень сильные, ну, они просто не настолько, может быть, прессе известны, но нам они достаточно хорошо известны, есть сильный игрок на северо-западе, например. То есть очень хорошо, что рынок конкурентный. Если сейчас мы, допустим, сделаем, представим себе, что мы сделаем эту сделку и продадим башню инфраструктуру, то уже по всему миру распространены вполне стандартные формы МЛА, специальных договоров на аренду инфраструктуры, в которых закладываются все необходимые условия, которые, цель которых зафиксировать риски, хеджировать риски оператора. Они прописывают полный набор SLA, то есть условия обслуживания этой инфраструктуры, условия по аренде, условия по коммерческим, коммерческие условия на долгосрочную достаточно перспективу. И здесь я хотел бы обратить внимание и сделать такой немножко лаверды коллегам из русских башен, обратить их внимание на то, чего мне не нравится на самом деле в текущей модели. Мне не нравится в текущей модели, что нас коллеги пока не радуют хорошими ценами и грамотными механизмами индексации цен. Поэтому то, что вот в текущей модели пока мне не нравится, например, то, что там, где была бы возможность более гибко ценой поиграть и там, где не привязывать, например, к валютным курсам, потому что я не понимаю, как аренда инфраструктуры может быть привязана к валютному курсу. Может кто-то из аудитории меня объяснит. Александр, сегодня определенные цели есть и к Huawei, и к русским башням. Как я могу прийти сюда и не преследовать свои цели? Поэтому, соответственно, мне бы хотелось видеть, чтобы операторы более башенной инфраструктуры и инфраструктурные компании были более гибкими в коммерческих условиях и ориентировались на условия местного рынка, на местную экономику. Поэтому вот такой у меня ответ. Считаю, что риски мы зафагеджировать можем в этой сделке. Однозначно преимущества связанные с тем, что инфраструктура будет переиспользоваться многократно. Это большая выгода. Я очень хорошо отношусь к тому, что и Beeline выходит на рынок и МТС объявил о том, что выходит на рынок со своей инфраструктурой. У нас будет больше возможностей для аренды. Я очень жду предложения от МТС с их очень привлекательными рыночными условиями по аренде АМСов. Поэтому мне кажется, что это в целом здорово для рынка, на самом деле большой плюс. Но про риски вы ничего не сказали. Про другие риски. Давайте просто перечислю коротко, чтобы не занимать общее поле. Значит, первое, что есть в рисках, это риски того, что оператор инфраструктуры будет управлять тобою именно коммерческими условиями. Играть коммерческими условиями. Например, ты заключишь в нем долгоиграющий договор, в котором не учешь какие-то аспекты. Например, как вы знаете, основные компоненты это индексация, подход к индексации этой стоимости. Это, соответственно, привязка или отвязка от валютной компоненты в этом договоре. Это, соответственно, варианты выбора позиций на башне для дальнейшего развития, чтобы не ограничивать себя и иметь определенную гибкость. Но я считаю, что это все при грамотном подходе управляется на уровне договора. Первое. Вторая тема связана с тем, что, возможно, оператор будет экономить на содержании инфраструктуры и не будет достаточно вкладываться в ее обслуживание. И здесь, опять же, вопрос тех SLA, которые мы закладываем в договор и тех обязательств, которые на себя берет владелец этой новой владелец инфраструктуры. Очень важно, как вы понимаете, отслеживать, потому что это опасные сооружения, это высотные сооружения, особенно в городе, если они размещаются. Нужно следить за состоянием инфраструктуры. Второй риск. Третий риск связан с тем, что, возможно, люди часто об этом говорят, уйдет какая-то гибкость, но я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что я вижу, что создается конкурентная среда, и я, наоборот, вижу больше возможностей, больше гибкости. Почему? Потому что вот сейчас у нас есть обменные программы с операторами, они предусматривают паритетный обмен. То есть я могу взять ровно столько, сколько дам взамен, то есть один к одному. Если сейчас появится рынок инфраструктуры, то я смогу взять столько, сколько мне надо, на условиях, на которых я смогу негашировать в переговорном процессе. Поэтому чем будет больше игроков, тем будет лучше. Поэтому я этого риска, честно говоря, не вижу. Для меня вопрос резко. Да, резко здесь это всегда вопрос договора, и как возможно это митигировать в рамках договора и дефиниции услуг. Александр уже сказал, это работает, здесь принцип обмены, все операторы это используют, и это работает очень хорошо. Здесь это лимитация количества сайтов, которые которые здесь в рамках этих договоров. И да, мы видим будущее в этом программе и готовы. Я хотел просто по срокам спросить у коллег, когда вот первая башенная и как в импелкоме забыл называется? Национальная башенная. И национальная башенная, когда это все случится, то есть ну вот они выделены как юрлица, но вот сам процесс уже их как операционных компаний, планируются, ну примерные сроки, понятно, просто для понимания это в этом году или это все-таки в следующем году. Я могу сказать, что мы настроены серьезно, решительно. Мы все работаем над этим. Это мы знаем. Мы все работаем, больше все работают русские башни, как обычно над этим. Но я думаю, что этот год как ориентир, как целевой какой-то ориентир можно рассматривать, но дальше все зависит от того, какие условия будут на столе. то есть и в price is right вы же знаете. Ну в принципе, просто насколько я помню, сори, второй вопрос задам тогда. В обеих моделях, в обеих моделях и у Ampelcom, и у Megafone, так как руку к этому приложил чуть-чуть, было выделение, начало операционной деятельности и потом уже вот то, что русские башни в том числе над этим работают. Вот это фаза 2, когда вот сама компания начинает работать, она полностью дочка там, в Megafone, ну или неважно, в Ampelcom, и вот эта фаза, она началась у вас или нет, просто из прессы, это непонятно. Давай я отвечу тебе чуть более подробно, без разглашения каких-то деталей. Значит, мы что считаем, у нас различаются подходы с Ampelcom. Ampelcom сказал, как бы я выделяю, продаю сразу, как бы приглашаю беды, делайте свои предложения. Значит, у нас немножко другой подход, он связан с тем, что мы хотим очень гранулярно и хорошо понимать, какой актив мы продаем, то есть что мы вносим на рынок. Для этого мы конкретно делаем большую работу по инвентаризации объектов. То есть я могу сказать то, что мы по многим объектам, ну, получаем дополнительно очень полезную информацию о том, что это за конструкция. То есть вы же знаете, разные типы есть. Есть железобетонный столб, он несет максимум одного оператора. Есть, соответственно, хорошая стальная башня, да, 75 метров, которая несет четырех, а может быть и больше в потенциале, да, которая построена под какой-то там пятый ветровой район с запасом и имеет хороший фундамент. Поэтому, чем больше ты знаешь о своей инфраструктуре, тем больше у тебя потом возможности ее маркетировать грамотно. То есть если ты знаешь, сколько у тебя в портфеле тяжелых конструкций против столбовых, допустим, позиций, ты очень четко понимаешь, чем твоя инфраструктура отличается от инфраструктуры Билайна или МТСа или Теле2. Поэтому, так как мы считаем, что актив хороший, мы считаем, что его нужно грамотно маркетировать в рынок, продавать и представлять, то, соответственно, мы будем его, собираем, собрали сейчас, собираем информацию о том, что это за актив. Эта цель, именно поэтому мы создаем сначала актив внутри мегафона, чтобы люди фокусно занимались именно этой задачей, потому что, когда люди занимаются этим опосредованно, то они этим мало, недостаточно времени могут тратить. Мы собираем всю информацию о башнях, мы структурируем компанию грамотно, чтобы она была красивой и чтобы она была эффективной. Но, как вы знаете, мы не затронули вопрос аутсорсинга, но я выскажу позицию, так же, как в этом случае, что перед тем, как что-то отдать на аутсорсинг, нужно сначала порядок привести внутри. Потому что, если ты отдаешь вовне что-то неэффективное, то, скорее всего, больших экономий ты не словишь на этом кейсе. И это одна из причин, почему мы, допустим, не все отдаем в аутсорсинг, хотя о нас, как о компании, которая что-то отдает на аутсорсинг, вообще мало говорят. Хотя, на самом деле, я хочу сказать всем, что Мегафон на самом деле много чего отдает на аутсорсинг, просто журналистское сообщество об этом не знает. А это можно рассматривать продажу башен, как некую отдачу их на аутсорс. Раз уж вы, Александр, начали про аутсорсинг, то и продолжается. Чтобы понять, какими критериями вы руководствуетесь, когда понимаете, что вы хотите делать внутри, а что вы хотите отдать наружу. Я вам приведу пример из эксплуатации, на самом деле, потом, наверное, передам слово другим коллегам. У нас есть кейс, который, то есть изначально мы начали эту работу еще в 2011 году, к нам пришли консультанты внешние, сказали, что аутсорсинг – это все, без аутсорсинга вам не выжить, и нужно все отдать, всю эксплуатацию отдать в аутсорсинг, включая центр управления сети, включая оптимизацию. Мы приняли решение следующего характера. Мы приняли решение, основанное на том, что мы считаем ключевыми компетенциями. То, что мы считаем стратегическими ключевыми компетенциями, мы оставили внутри компании и централизовали. У нас есть два единых центра управления сетью больших, один в Петербурге, другой в Самаре, которые обслуживают всю территорию этой страны. И мы их приводим в пример, часто показываем, и на самом деле там эксплуатация, ну, мониторинг, трэблшутинг, соответственно, отслеживание аварий и также их устранение. То есть, по сути, мы очень внимательно следим из двух точек, где резервируем их за нашей сетью. С другой стороны, то, что мы считаем нашей непрофильной компетенцией, например, полевые работы, мы сделали что? Мы сделали не в таком формате аутсорсинга, в формате консолидации этих типов работ, они до этого разыгрывались на уровне наших территориальных единиц. Мы консолидировали, сделали централизованный тендер, объединили работы, мы назвали это некрасивым словом аутсорсинга, а словом, понятным русскому уху, комплексное техническое обслуживание, КТО в терминологии мегафона. И сделали просто большой тендер, куда пригласили не только, на самом деле, коллег из Huawei, NSN, Ericsson и так далее, но также других местных наших локальных игроков, наших подрядчиков, которые занимались этими работами, в том числе, такими базовыми вещами, как дизеление, обслуживание мачт и так далее. И не поверите мне на самом деле, что да, у нас нет примеров сотрудничества с вендорами, потому что вендоры, на самом деле, проиграли в этой битве экономик, и они не смогли дать лучшие условия нам на аутсорсинг. Вот сидит уважаемый коллега из русских башен, Алексей Подребинников, он был в то время в компании NSN и прекрасно помнит эти времена. Конкретный пример у нас был, Huawei начинал работы по центральному филиалу, дал самую большую скидку, проработал год, потом вышел из контракта. Значит, Сусимин, ничего личного, извини. Значит, поэтому я считаю так, что коллеги из Fasner меня поддержат, чем активнее конкуренция, тем выгоднее условия ты получаешь. Поэтому, если мы для себя приняли четкое деление, что наша ключевая компетенция, что не очень, это консолидировали, разыграли, получили экономический эффект, необходимый нам, и по сути, вот наша модель аутсорсинга. Когда у нас часть функций централизована, часть функций аутсорсинга. Такая модель, например. Как вы знаете, Венплком уже запустил проект аутсорсинга в рамках России. Да, это работает, мы сейчас думаем, что мы можем сделать дальше. Звезд то, что вопрос о централизации, это не столько вопрос, как сделать monitoring, это тоже вопрос, планирование и качество. И, да, мы смотрим, какие возможности. Я могу прокомментировать мой опыт, например, из Чехии. Там все оператели сделали договор с одним вендором, и получили очень хорошую экономию, потому что это синергия, как это называется, как по-русски синергия, ну, это понятно. И, да, мой опыт это работает, мы тоже в рамках наших договоров с операторами обсудили эти вопросы, и думаем, что мы можем сделать в будущем. Что для вампелкома ключевые, то есть, есть ли для вампелкома какие-то ключевые компетенции, которые он не может, то есть, мы решили, что мы вот это вот на аутсорсинг отдавать не будем. Потому что я помню, что где-то несколько лет назад была такая даже презентация, что скоро оператор отдаст все на аутсорсинг, и будет только продавать контракт. У вас есть какие-то вещи, которые вы не планируете отдавать точно на аутсорсинг? Я могу ответить как такой генеральный взгляд. Это всегда вопрос договора, вопрос контроля, потому что вы можете сделать столько вопрос услуг, как нам, например, что сделать в рамках эксплуатации, или вы можете то, что сделать принцип, так и ответственность, как называется, end-to-end ответственность, и последний вопрос, как есть КПИ, в рамках договора, сделаете и последний вопрос, как сделать контроль этого договора и результаты. Здесь может быть принцип, который очень сложный, потому что в месяц вам надо сделать контроль и подумать, что результаты хорошие или плохие, как вы можете сделать договор, не знаю, как сказать, малус и бонус схем, и так далее. Это может быть то, что принцип позиции на рынке. Сейчас я говорю столько, как и опыт в мире. И как я уже сказал, сейчас мы думаем, как мы можем двигаться дальше в рамках этого сервиса, как будет в будущем. Потому что, знаете, здесь мы сегодня говорим активный sharing, пассивный sharing, эксплуатация, это много программов, и невозможно это сделать в один раз. Надо поддержать бизнес. И я думаю, это первый приоритет. Ну, я хотел бы сказать, во-первых, что здесь вот то, что коллеги рассказывают, и последние два года это развивается активно в нашей стране. В принципе, инфраструктура, технические блоки наших уважаемых операторов становятся сами по себе межоператорским взаимодействием, на самом деле. То есть, ну, то, что и Мартин говорит, и Александр, непонятно, так сказать, в них больше функций технических, инженерных, или вот переговорщиков, которые вот грамотно выстраивают переговоры с партнерами, тире конкурентами иногда на рынке. Поэтому и здесь, мне кажется, так сказать, коллеги сделали большое, так сказать, за последние два года, там, рвок сильный, ушли в очень сложные темы, там, раншеринга, объединение полос, так сказать, ну, то есть там уже, так сказать, такие сложные материи, так сказать, глубокой инженерии, тем не менее, но тем не менее, глубокая интеграция, сетевая. Межоператорское взаимодействие, как коммерческая исходная функция, там, интерконнект, если это по-простому, он эволюционировал, наверное, то, что вот в предыдущих сессиях мы все обсуждали, в такой комодите, там перестали зарабатываться деньги, они и так там были небольшие с точки зрения маржинальности, но сейчас они стали, так сказать, совсем там призрачные, иногда даже, по-моему, выдуманные, на мой взгляд, и там есть огромная избыточность, то, что я вижу, так сказать, как там эксперт с многолетним опытом в этой области, избыточность платформ, избыточность систем, избыточность людей, избыточность партнеров, ну, там, взять пример, вот наши любимые партнеры по рынку большой тройки, там и нас с Ростелекомом, ну, я думаю, 90% операторов, с кем мы взаимодействуем, часть из них здесь есть, все представлены, так сказать, включены, мы работаем на одинаковых биллинговых платформах, мы работаем на одинаковых платформах управления трафиком, у нас огромные, так сказать, там, внутренние системы у всех, смотрящие финансовые системы в компаниях, это все мультиплицируется в бесконечность, это все на серверах, на лицензиях, лицензии все орокловские, валютные, ну, и там бесконечный путь, так сказать, в бэк-офис, в огромную тоже инфраструктуру. А вэлью, так сказать, с точки зрения зарабатывания денег на падающем рынке, который мы тоже все уже обсудили не раз сегодня, это не приносит никакого, на мой взгляд, последние два-три года, это вот такое, так сказать, ну, как бы, утилити, комодити, как там это все мы сейчас называем. Поэтому я здесь вижу большую, это, конечно, не миллиарды, так сказать, на строительство ран сетей, но это там, наверное, так сказать, на мой взгляд, там, несколько сотен миллионов, если мы подступимся вот к этому пирогу какого-то шеринга, аутсорсинга. И здесь, конечно, для операторов сотовых, работающих на фронте, так сказать, с абонентом, с мобильной радиочастью, интегрирующих уже друг друга и там даже, так сказать, вот это все остальное, так сказать, но это вообще вторичные, как бы даже не сети, это вторичная инфраструктура, часто и не в фокусе, потому что это, так сказать, не то, что приносит деньги там и абонентов, а такая обслуживающая, поддерживающая функция. Вот. И есть компании, тут не в рекламы МТТ, так сказать, там есть и компании другие транзитные, Ростелеком, у которых, так сказать, это как бы, ну, исторически сложившийся факт, нет мобильных, так сказать, абонентов, как бы мы вот в том числе там активно работаем на этом тоже падающем рынке, поэтому мы видим здесь большое количество, так сказать, синергий потенциальных и то, что сейчас, наверное, препятствует сделать этот шаг, это такой, ну, исторический момент, много личного, так сказать, фактора, какие-то определенные там финансовые, наверное, риски, опасения у менеджмента компании, потому что там речь идет о больших деньгах в абсолютном значении, потому что трафик, это понятно, там 80 процентов оборачиваемости, так сказать, денег в компаниях мобильных, да и там фиксированных крупных, но с точки зрения удельной себестоимости, это как бы, ну, вот минута, она и есть минута, позвонил абонент, и, в общем, ничего в ней, так сказать, нет, ее надо просто обслужить, рассчитаться с контрагентами за рубежом и так далее. И есть примеры хорошие, так сказать, они рядом лежат на поверхности, удивительно, почему я вот хожу и год удивляюсь, почему никто до сих пор этого не делает в масштабах мира, есть мир роуминга, где не сидят огромные отделы, не стоят платформы огромные, именно межоператорские, не абонентские, там очень сложная, так сказать, тема, а именно межоператорские, где есть развитый институт роуминговых хабов, клиринг домов так называемых, которые делают как дата-клиринг, то есть передают все данные между операторами, там у Ampelcom, я помню, больше 500 роуминг-партнеров, уверен, у Megafone с МТС, не меньше, и никто в мире не производит расчеты каждый с каждым, никто не делает соединения каждый с каждым, это невозможно, там с Маврикием, с какими делать каналы, вот тем не менее, едет абонент один в год в Маврики, он рассчитывается, у него есть связь, так сказать, приходят данные биллинговые домашним оператору, и все происходит, то есть не возникает никакого коллапса, это там работает уже 20 лет, с середины 90-х годов, и этот процесс там налажен, так сказать, он там систематизирован и достаточно эффективно работает, там есть два типа клиринга, так сказать, дата-клиринг, это когда данные сами, так сказать, агрегируются, очищаются, нормализуются, и есть финансовый клиринг, это взаиморасчеты, опять же наши коллеги по рынку там не производят 600 расчетов со всеми мелкими операторами на 100 долларов, они там производят расчеты выборочно с крупными, с теми, с кем они в группе, там как в Ampel.com или МТС, вот все остальное мелочь, так сказать, обычно обслуживают такие вот, как правило, два клиринг дома, так сказать, у оператора есть. В интерконнекте на сегодняшний день, так сказать, все приходит, на мой взгляд, к тому же, так сказать, технология IP, так сказать, стирает полностью грань, не нужны больше ТДМ-ные каналы, тянуть их куда-то там в Лондон, это все, так сказать, достигается обычным, так сказать, через soft switch подключение моментально происходит, мобильные свитчи, так сказать, сегодня становятся ВОС и ВРЛТЕ не за горами, то есть как бы где там, так сказать, голос данный уже вообще, так сказать, мы с вами не понимаем уже практически, это однородная среда, и вот в этой связи, так сказать, вот эта вся сложность, иерархичность интерконнект, она полностью исчезает, в моем понимании там два, три, четыре, пять лет в разных странах по-разному, и тогда, так сказать, не возникает никакого больше вот этой ценности держания вот этой вот функции бэк-офисной при этом там у себя для крупных операторов. Поэтому, мне кажется, вот аутсорсинг с этой стороны, так сказать, той функции, ну, которой вот я, так сказать, там много лет занимаюсь, он имеет потенциал, так сказать, просто вот, ну, как бы, нету каких-то первых прецедентов, когда вот, ну, как и не было нетворк-шеринга на самом деле, там два года, так сказать, а три года назад вообще никто в это не верил, пока вот там в МПЛКом с МТСом не сделали этот шаг, и действительно там, теперь это уже, в общем, стандарт, на конференциях все рассказывают. Поэтому, мне кажется, в этом есть тоже большой потенциал, и не только в этом, там, коллеги из других компаний наверняка видят и другие вещи, которые в бэк-офисе можно заутсорсить, но вот именно в части межоператорского взаимодействия и системы их обслуживающих я вижу там достаточно большой, так сказать, потенциал, когда профессиональные игроки смогут сэкономить всем деньги, время, так сказать, там, сами работать там на низких маржинальностях, но на масштабе, как обычно. Спасибо. 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 Выбирая между тем решением или другим, как будь то там раншеринг, продажа бажен или тому подобное, любой оператор, он преследует некую свою экономическую цель, постоянно находясь под вот этим самым прессингом и под угрозой того, что, как сказал докладчик в первой сессии, сегодня скоро услуги мобильных операторов станут бесплатными. Вот для того, чтобы они все-таки приносили акционерам доход, операторам приходится постоянно находить вот эти новые пути извлечения маржи или там прибыли из своих сервисов. И могу сказать, что для Теле2, наверное, это такая часть корпоративной культуры существенная, потому что, будучи еще там частью шведского холдинга и долгое время проводя свои операции в формате дискаунтера, мы понимали, что предложение лучших цен на рынке возможно только при сохранении ценового лидерства. Могу сказать, что Теле2 по-прежнему отличает крайняя степень централизации всех сервисов. Для нас это тоже уже как бы такой достаточно органичный момент. Мы это специально не отстраивали под изменение нашей позиции на рынке. Проводя наши реорганизационные мероприятия с Ростелекомом, мы сохраняли тот же самый подход, поэтому, получив управление достаточно такой разношерстной и неравномерно отстроенный ландшафт компаний бывших Ростелекома, первое, что мы сделали, провели достаточно существенную реорганизацию их бизнес-процессов, централизовав те бизнес-процессы, которые в Теле2 уже давно были отстроены. С точки зрения аутсорсинга, мы испытали оба процесса, мы радостно отдавали на аутсорсинг в определенный момент времени, посчитав, что это решение будет нам выгодно, и забирали из аутсорсинга внутрь организации, например, учетные функции у нас, наверное, пару раз мигрировали из одной точки вот этой графической диаграммы в другую. Но что хочу отметить, это согласиться с моим коллегой из мегафона, что при рассмотрении опции аутсорсинга надо достаточно четко учитывать вот этот жизненный цикл, что ли, в котором находится компания, потому что аутсорсинг хорошо ложится, или когда вы пытаетесь отдать на внешнее управление что-то, объем чего пока невозможно измерить, для того, чтобы вовремя, скажем, предпринять корректирующие меры, ускорить скорость, то, что называется time-to-market, скорость внедрения того или иного сервиса, вовремя сократить или увеличить, да, объем получаемых услуг, или действительно, когда бизнес-процессы в организации уже достаточно хорошо отстроены, регламентированы, формализированы и все остальные измы, потому что аутсорсинг таит в себе очень много деталей, да, когда за каждое лишнее движение заказчик может получать совершенно неожиданный объем сервисных вот этих чарджей, сервисных затрат, которые будет ему выставлять поставщик аутсорсинговых услуг. Нам довелось и доводится работать с крупнейшими мировыми телеком-компаниями и компаниями в России, и мы вот по этому опыту видим четыре основных тренда, куда компании идут с точки зрения повышения эффективности. Первый тренд это использование клауда. Вот как ни странно, хотя телеком был первый, кто начал организовывать эти отсоды, не они совершенно первые и начали ими пользоваться для своего бизнеса. Но ситуация сейчас переломилась и в мире и в России телеком-операторы начинают переносить как свои бэк-офисные системы, так и на самом деле свои core-системы, например, по управлению маркетингом и продажами в клауд. Примеры и резоны этого совершенно очевидны. Первое, это быстрее, не надо закупать оборудование. Второе, это дешевле, потому что, опять-таки, не надо закупать оборудование. Третье, это снижается требование к компетенциям сотрудников телеком-оператора, потому что cloud-провайдер обычно берет на себя и сопровождение этих приложений и систем. И стоит отметить, что где-то мы в России впереди, где-то нет. Вот, например, что касается переноса бэк-офисных функций, HR, управления талантами, учетных систем, финансовых систем, мы здесь идем вровень с мировыми практиками. Вот с коллегами из Телетума по этой дороге активно двигаемся, так же, как и с коллегами из МТС, например, с точки зрения управления кадрами. И здесь еще надо понимать, что резонты здесь не только повышение эффективности, а еще и готовность оператора к следующему прыжку. Например, перенося ту же учетную систему в cloud, он получает не только экономию затрат и увеличение скорости, но и готовность к трансформации бизнеса дальше. Потому что он получает новые версии, новые технологические платформы, готовые к работе с бигдата, с интернетом вещей, с тем, чтобы, когда бизнес-модели созреют, технологическая платформа уже была готова. И те же датчики из интернета вещей, машин-то-машин, и инструменты обучения, машин-ленинга, были уже готовы в cloud для использования. Второй резон, это и пример. Там, где мы говорим о переносе каких-то систем управления маркетингом, продаж, здесь, на мой взгляд, российские телеком-императоры еще есть чему поучиться. Например, у нас был большой проект в T-Mobile, где такая трансформация прошла. И вместе с трансформацией маркетинга в cloud они получили существенные преимущества с точки зрения таргетированных предложений. Они могут делать таргетированные предложения на группу 10 абонентов сейчас. Раньше у них было 8 недель на подготовку маркетинговой компании, сейчас несколько часов. Вот у них около 60 миллионов абонентов, и они из таргетной группы 18 миллионов могут делать порядка 30 миллионов в год таргетированных рекламных маркетинговых предложений этим абонентам. Это делается на основе того, что они весь опыт взаимоотношения с клиентом объединили в одну платформу из нескольких сотен своих фронтофисных и бэкофисных систем. Это означает, что они просто делают больше денег на своей абонентской базе и увеличивают ARPU с этого. И здесь, на мой взгляд, у нас есть чему еще поучиться. И здесь, как бы пересаживаясь в кресло абонента, я хочу примеры своей жизни привести, которые доказывают, что поучиться-то есть чему. Я, например, мегафон, абонент практически всех четырех операторов. У меня в семье телефон есть от всех, планшета от всех. И вот у меня есть телефон у ребенка, 9 лет, на одном из операторов на детском тарифе. И вот ему периодически приходят смс-ки с каким-то предложением посмотреть взрослый контент, поучаствовать в какой-то онлайновой игре или сделать ставку на какое-то спортивное событие. И я понимаю, что на Америкат данному оператору есть куда стремиться. С точки зрения анализа тарифа, на котором находится ребенок, он находится на детском тарифе, и тех предложений, которые они делают в него. Вот. И я не буду называть оператора, но я думаю, что примерно такая же ситуация у всех, поскольку я пользуюсь всеми. И здесь, как бы переходя дальше, следующая тенденция, это тренд, который мы видим, это переход от управления доходами к переходу на управление маржинальностью. А это невозможно без детальной аналитики, использования инструментария больших данных и предиктивной аналитики с бэк-офисных, фронт-офисных систем, с интерконнекта, с биллинга, с CRM, с договорной системы, того, как абонент себя ведет, какие тарифы выбирает, какие тарифы убыточные, какие сегменты убыточные, какие географические зоны убыточные, например. Без детального анализа это невозможно. Вот у нас такой мегафон, такой проект был в Водофоне. И на самом деле хочу сказать, что когда заказчик, телеком-император видит, сколько он реально теряет на каких-то тарифных планах, географических сегментах, сегментах абонентов или роуминговых транзакциях, то он приходит реальный ужас от того, что же у него происходит в системе. И если посмотреть на тему управления бизнесом с точки зрения управления маржинальностью, то это экономия в сотни миллионов евро просто от первого прохода, от взгляда на наиболее убыточные сегменты кластеры, тарифы, территории и кластеры абонентов. Прошу прощения, сотни миллионов евро это на какую? На год? Ну на приличного размера компанию, уровня европейского оператора. Нет, это не Водофон, но большой европейский оператор. А в процентах это сколько примерно получается? Ну это, наверное, от 1 до 5 процентов от оборота. То есть это на самом деле с точки зрения operational margin очень большие показатели. И с инструментами больших данных это реально возможно. У нас есть такие модели главные, методологии и опыт. Следующий тренд – это консолидация. Он, наверное, наиболее очевидный. Консолидация, централизация основных функций, закупок, HR, финансов. И вот здесь Людмила про это уже упомянула. Это, конечно, такая гигиена, когда консолидируются основные бизнес-функции. И здесь, если говорить про опыт того же Водофона, который консолидируется на САПе, то это, конечно, миллиарды долларов в год экономии просто от централизации закупочно-финансовой, HR-ной деятельности. Это такой гигиенический фактор. Ну и четвертый тренд, который мы видим, он скорее кадровый. Это существенное увеличение роли финансовых подразделений, финансовых директоров вообще в трансформации бизнеса, в IT-стратегиях операторов. Потому что это уже не рост, это уже не только управление инфраструктурой, о которой мы говорили, это уже в чистом виде управление маржинальностью. Анализ данных, предиктивные алгоритмы, сегментация, кластеризация, накладывание это на опции тарифов, на исторические данные. И это, конечно, очень интересует любого финансового директора. Поэтому, если есть в зале коллеги из блока IT, у вас есть конкуренты. Надо быстрее бежать, быстрее показывать эффективность своей работы бизнесу, потому что финансовым директорам это тоже очень нужно. Спасибо. У нас оставалась тема, связанная с регуляторикой. Собственно говоря, роль операторов, возможность их сотрудничества, формирование государственной политики в области связи. Хотела предоставить слово Елене Заевой. Я очень коротко всех приглашаю к сотрудничеству. Каким образом? У нас, в принципе, все законодательство построено на этой логике, что мы всех приглашаем к сотрудничеству. Другое дело, как люди приглашаются – это другой вопрос. Но на самом деле очень важно. Потому что, во-первых, когда мы сидим, мы не видим… Во-первых, невозможно, чтобы один чиновник или группа чиновников понимала весь бизнес со всех сторон. Это нереально. Вы сами отвечаете в компаниях за каждый свой участок отдельно. Поэтому, соответственно, ожидать от нас, что мы будем понимать все аспекты деятельности компании, тоже, наверное, как-то слишком завышено по отношению к нам. Поэтому, предлагая то или иное нововведение в регулирование, мы, естественно, можем чего-то не учитывать. И очень важно от рынка вовремя нам сказать, что мы не учли и под каким углом стоит посмотреть на ту или иную проблему. Это первое – это когда госорган уже созрел что-то предложить и уже что-то предложил. Второе – когда госорган еще не созрел ни на что и в какой-то угол, например, он не смотрит и чего-то не видит. И тоже очень важно получить сигнал от рынка, где у нас что-то не то происходит. Поэтому это очень важно. Вот, например, ваше прекрасное выступление на тему аутсорсинга, обработки данных, об абонентах и так далее. То есть, например, если бы к нам пришел такой проект нормативного права акта на эту тему, мы бы спросили, а как обеспечивается исполнение законодательства в области обработки персональных данных, защиты информации, кто берет на себя ответственность, кто берет на себя риски. Это уйдет, не уйдет. Понимаете, вот мы, ну поскольку в последнее время это очень такая важная тема, всегда поднимается, это я к тому, что компании больше и лучше и глубже знают такие важные темы, которые сразу вот у многих людей в компании всплывут в голове при формировании вот той или иной проблемой для того иного решения. Поэтому это очень важно, очень важно. Мы не зря публикуем на регуляшене все наши проекты, не зря периодически собираем экспертные советы, рабочие группы, всех к них зовем, спрашиваем, может вам что-то не нравится, может что-то надо поменять, вот нам кажется, вот жалобы поступают. Мы же смотрим по жалобам, жалобы приходят, они копятся, 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 копятся. Мы делаем вывод, что, наверное, что-то вот нужно поменять, немножко подкорректировать регулирование, чтобы рынок за этим регулированием как-то вот тоже немножечко поменялся. Жалобы у нас поступают исправно и много, а предложений от бизнеса не очень много, таких взвешенных, структурных, системных, поэтому это очень-очень важно, хотел еще раз подчеркнуть. Спасибо. Спасибо.